дорогие друзья всем добрый вечер меня зовут рафаил гасанов мы работаем в прямом эфире и это откровенный диалог у нас в студии от хамбек абдуганиевич елдашев заслуженные деятели республики казахстан певец актер киноактер продюсер меценат и просто волшебный человек от хамбек абдуганиевич вы очень долго к нам собирались самом деле я вас очень долго просил приехать во первых в алмату вам спасибо что специально для откровенного диалога и информационного агентства independent вы приехали на один день посвятили свое очень сжатый график который у вас вот до время ваше буквально перейдя к вашим заслугам хотелось бы просто в первую очередь поприветствовать вас валите вас садом и всем ассалам алейкум я очень рад ну вы народный любимицы всей азии насколько нам известно мы вас знаем как волшебник волшебник вообще но знаете это легенда люди могут все сказать но я не скрываю что есть то чудо которое аллах дает каждому человеку я думаю что если люди тебя к себе тянутся значит это моя простота что я со всеми общаюсь с любовью и понимаешь и стараюсь помогать как вот ты говоришь меценат хотя я так никогда не говорю черно рода и название чем могу теме всегда помогаю вот и поэтому народ меня любит таким каким я есть я люблю всегда говорит правду может из-за этого ко мне тянутся от хамика бы не вечно сегодня мы говорим в студии independent да это откровенно делала этому я думаю что весь эфир и уважаемые наши зрители они нам верят поэтому они сегодня готовы услышать самые важные ну наверное ответить вот чтобы ответили на самые важные интересующие вопросы я готов мы уважаемые друзья до эфира сделали небольшой опрос и вот все вопросы которые сегодня мы его озвучивают озвучивать вам а то нет обновлений мы это народные вопросы от народа от общества это волнует наше общество вы родились в городе шимкент вообще я люблю этот город на самом деле но в свете последних событий вам предлагали сменить страну на . при этом как бы вы остаетесь в казахстане вы тем более знаю что у вас другие страны готовы принять как бы да потому что все таки и узбекистан и и таджикистан и кразахстан да по-моему это везде везде да скажем по всему можно перечислять на азии и вот главным почему и до сих пор то есть казахстане вы могли бы там выступать тоже покорять сердца миллионных людей но видишь как я в гости туда ездил работаю как бы да я получал многие хорошие скажем отзывы но ширче моего казахстана и лучше моего казахстана я всем могу с гордостью сказать ничего не было для меня и не будет и наш народ это благородный народ казахстанцы это настоящие они не сделанные вот как в америке или там других странах мы когда бывали там в англии особенности да они все смеются но это лицемерие а у нас вот если по не понравился ты они у тебя покажут это прям видно эмоциями или там словами понравишься они это покажут поэтому наш народ лучше и они еще раз могу сказать что вот по полям можно понять насколько земли до широкий народ вот такая у них душа поэтому лучше вот я родился в старом городе улица 8 марта вот город шимкент там ширали шумкент можно всегда к чаю приходить как и есть такой момент что в астане некоторые холодные чай пьют а у нас горячие даже 50 градусов будет жары все равно чай пьют так что приходите к нам обязательно приедем но вот насколько мне известно более известные в узбекистане к мадону вы тоже поддержали но я всех артистов поддерживаю начиная силду с ману и заканчивая всех артистов и многим написал многие разные песни она была в шимкенте да она у нас много мы с ней дружим и у нас дуэтов много я не только с ней пел я много с кем пел и я не жалею что я писал песни она написала песня она но она там примадонна скажем когда какие трудности были мы всегда это обходили с умом мы вернемся к на обществу сейчас я немножко хочу перейти на более такой до конечный вопрос а от хамбек обдуганевич но вот цвете последних событий на ваше личное мнение вот сколько у нас изменения вы знаете да что вот ямбарские события трагические произошли в казахстане сейчас полная политическая трансформация стране вот ваше личное мнение вот что еще нужно изменить возможно что сделать еще можно но может быть нашему президенту что-то нужно для как бы тех кардинальных реформ вот сигарет кардинальные реформы все что-то просят говорят президент выступает с посланием вот на большое послание президента было он там четко обозначил позиции люди опять говорят что это это не реформы это опять вот на цена нас нам обещают и так далее вот вот что я скажу как однородные среди народов я один из них вот я вам такую вещь скажу что нелегко быть президентом и его осуждать никто не вправе не я не либо другой вот скажем везде вот президент есть придет это аллах дает президента нам поэтому я скажу правду я от политики далеко никогда не никогда не влезал туда и не собираюсь почему потому что у каждого человека я очень думаю что везде сейчас вот это то что происходит происходит там и в украине там в москве везде правильно же поэтому у нас слава богу и можно говорить с гордостью аллахашко что у нас это люди осознали что они ошиблись и были те получили те наказания которые действительно сделали намеренно и вот это спасибо вот и другим сторонам которые тоже приехали поддержали нас вот и президенту очень нелегко вот сейчас ему нужно конечно вот то что он говорит это время во первых очень время покажет это еще мало время на три месяца бра это не отчего годами в этого всего 30 лет скажем да чё там вот как бы это мало вот а придет время три дня это три месяца или три недели это тем более мало у него он соберет вот то что собирает хорошие хорошую команду и и исполнительный будут исполнять все люди которые вот кому он доверяет и требование будет если вот от этих людей еще лучше вот я верю но правильно позицию взял вот особенно молодежь поддержать я сюда приехал я много меня приглашали интервью давать где-то что-то я везде отказывался а вот я сюда пришел вот например то что вот у вас елена массовой общественный фонд как бы ведете да и ваша работа елена масса нам урал да вот это вот тем более вы работаете вы не спите у вас там команда работать как я вижу да и вы всегда справедливость ищите также я всегда искал эту справедливость не всем это нравится но опять-таки говорят есть такой момент что 10 человек один он в поле не воин поэтому нашего президента надо поддерживать поддержать всем нам всем нам и пусть это будет государство пусть это будет обычный простой рабочий человек или артисты или мало кто и есть да и его на то за него на то как бы вот как вот ему надо верить его надо поддержать я вот это хочу сказать вот тогда будет все хорошо но за это время я ничего не могу сказать что он сейчас что-то изменила цен куда за короткое время ничего нет а вот кстати вот президент наш вот у вас поддерживает нет вот я думаю что вот если то что вот сейчас мы разговариваем и говорим и есть отслеживать нас вот эти вот записи или как скажем да он обязательно поддержит почему потому что я знаю рафаэль тебя уже со стороны много что ты стараешься искать правду и помогаешь людям тем которые действительно нуждаются особенно инвалиды там все так же я вот многие у меня детские дома были там тяжелые моменты где вот мучаются дом престарелый вот я везде помогал как мог вот народ мне помогает я ему ну дай бог вообще доброта на самом деле да это это такой очень важный элемент в жизни ну по тому как мы работаем сами тоже как поели на масле я думаю что в скором возможно да то есть будут прислушиваться но это надеюсь а я верю будем вместе верить а вернёмся к вашему творчеству джина стира бана модель балда бахтан керестера айтши дуста мне стедым она модель уйдет карты дега стедым балла модель айтши дуста мне манна модель можете специально для нас исполнить вот песню она модель ну поскольку она на трех языках насколько я слышал это песни уже очень много двадцать один год и она до сих пор в тренде но рахмет конечно я очень рад и я думаю что эту песню с удовольствием спою на трех языках на одну музыку мы сделали как бы на разных языках но самое главное что там ничего не поменялось вот ага шик там же мастера балла модель молда бахтан керестеры балла модель уйды карты тега стедым балла модель айтши дуста вместе это здесь на трех языках бахтан керестер Спасибо большое, но голос у вас все-таки четкий, потому что так если слышать это одно, а вот вживую слышать, но я думаю, что когда есть спортсмены, которые тренируют себя, а мы с голосом чуть-чуть работаем. Вот вернусь к этому же вопросу, касаемо творчества, раз мы задели этот вопрос, я до эфира разговариваю с вами, вспоминал те вещи, допустим, почему ваши клипы, они патриотические, действительно, они такие добрые, они реально нужны сейчас людям, чтобы они тоже слышали, доброта была какая-то, да, цена была какая-то вообще. Я тебе скажу такую вещь, у нас, я обращался вот где у нас в телевидении, там несколько, не буду говорить, но когда я обращался вот именно к тем директорам, звонил там, здоровался как бы и просил, чтобы они как-то раскрутили наши клипы, они запросили очень больших денег, но, к сожалению, в среднем сколько? Ну, начиная с 15 тысяч за месяц, доллара, вот раскрутка, вот они попросили, то есть самое малое 15 тысяч долларов, извините. То есть они рассеяли общенародное такое? Ну, нет, я сейчас скажу, вот я никогда не буду поддерживать наш, вот это телевидение, вот именно, хоть, пусть это будет КТК, пусть это будет Хаба, они или там еще какие-то есть несколько каналов, да, да, молодежь надо поддержать, вот сейчас молодежь поет, вот эти вот выходят, да, вот то, что они работают, я их ценю, я их вот поддерживаю, это их не вот это вот, понимаешь, работа творческая, вот сейчас новое что-то, вот то, что мы вот уже как бы лирику поем, там поп-музыку поем, эстраду, там этно-рок, а есть сейчас еще другие, вот сейчас вообще много чего пошло, поэтому я скажу тебе такую вещь, жизнь дается один раз, его надо прожить с улыбкой, с радостью, с любовью и с верой, вот вера должна быть, вот у нас Аллах вот нас создал для того, чтобы мы делали людям добро, да, а вот то, что телевидение не хочет, если воспитательные наши песни поставить клипы наши, вот и так мы за клип платим, а со своего кармана, мы работаем в поте лица, вот ездим там какие-то мероприятия и зарабатываем эти деньги с копием и потом мы должны отдавать, опять-таки, вот как бы запись это просто так не делается, каждому надо платить, деньги говорят, скажем, да, но они же нас не показывают, они отказались, или деньги платите, или мы вас показывать не собираемся, не вы, другие есть, ну и опять-таки, конечно, вот этот момент мне было очень больно, но опять-таки, есть вот сейчас, как говорят, если есть талант, талант не пропьешь, да, не пропьешь, его за деньги не купишь, и за деньги не купишь, а вы знаете, я сейчас скажу, что вот сейчас я могу тебя перебить, вот я должен, конечно, извиняюсь, я должен сказать вот этот, вот этот момент, что вот зарубежные, да, песни, мы должны наши эти, как вот, вот эти песни, например, приезжайте к родителям в гости, вот слова обычные, простые, но доступные, мы сделали сюда тоже клип, да, приезжайте к родителям в гости, чтобы совесть не мучила после, не везите ни денег, ни славы, будьте ласковы, с ними всегда вы, мать, отец, их предел не далечи, завтра может не быть уже встречи, чтобы совесть не мучила после, приезжайте к родителям гости. Это обычные простые слова, но я их написал, я даю вот, пою. Но, это же воспитание. Вот молодежь сейчас куда идёт? Вот сейчас вот к людям в гости приходишь, вот вроде такие взрослые ребята сидят, они на телефоне. Вот приходят люди, здрасте говорят и дальше играют. Нет вот этого асталам алейким. Куда мы идём вообще? Мы никогда зарубежными людьми не станем, хотим мы этого не хотим этого. Мы мусульманы, мы казахстанцы, мы должны свой вот это как у нас говорят дастур, азахтын дастур намасен, вот ель намасен, вот это вот всё-таки удержать. Мы гостеприимный народ. Мы любим, мы любим когда к нам в гости приходят, да? Мы когда встречаем взрослых ценим, как бы уважаем, а младших вообще оберегаем. Вот я бы хотел, чтобы вот это вот мирная жизнь к нам вернулась. А то даже родственники стали звонить. Можно ли к тебе на чашечку чаю? Когда такое было? Вот поэтому надо ценить, беречь. Тогда, когда мы есть. Я такую песню написал. Знаешь, вот я могу сказать. Кайран дунияй, кайрылмайсын ай. На казахском. Кайран дунияй, кайрылмайсын ай. Адал жолынан айрылмайсын ай. Бабаларынан қалған дунияй, алдамшы өмір, жалған дунияй. Надо ценить тогда, когда мы ездили. Людкен, ходить в гостей. Надо старших.. Вот везде надо обязательно обиду. Не тогда, когда свадьбу делаешь. Не тогда, когда кто-то есть время понимаешь всех денег не соберешь не заработаешь не заработаешь и не унесешь у нас есть вот есть такие слова а вот так вот в песнях да есть момент такой говорят у задней сын бердей сын это вот цвилыши говорят у задней сын бердей сын эшкой мадын адам зад тюе той да притой да сентой мадын адам зад понимаешь это мы в угнам дает 2 3 разных таких богатства скажем мы просим 10 а 10 дает но все хотим забрать все так не бывает потому что каждому человеку время придет как бы высоко орел не не летает высоко он все равно сердце останавливает падает в землю мы туда уйдем пока мы туда не ушли давайте жить дружно в свете последних событий да немножко про звезд мы немножко хочу сейчас я просто не понимают тему это конечно но вам виднее вы творческая личность в свете последних событий народный артист республик казахстан роза рамбаева рамбаева немножко ну допустила дважды в обществе до общества и ножка и и там я помню писали там все высказывались поэтому вот первое имамбек диджей который до молодой который ремиксы делает и так далее ну и вот последний совсем буквально недавно на уровень молодой парень подошел и как-то хотел селфи сделать не что не она его так вот резко категорически оттолкнула на тут как бы ну а потом или там что но все услышали фанеру из этого создали такой вакуум информационный пространство написали там вот эти опять выбросили видео опять написали что она вот так сделала но она в то же время сам объеком записывает вместе ремикс кул это спонсирует то есть вообще непонятно что происходит я не понял о чем ты говоришь я тебе скажу как бы свои как мой ответ я молодежь поддерживаю и имамбека поддержку да хотя то что они делают я немножко далеко от таких вот песен и более современно это это и ему и их не вот у кого есть сердце у кого есть душа вот о них знаешь обязательно поют но кому-то нравится соловей кому-то нравится сорока даже вороны поют понимаешь но по-своему по-разному но я скажу вот никому не не хотелось бы по моему оттолкнуть своих поклонников но во время работы вот во первых она роза рыба его это как вот нас советское время вот даже многих многие другие страны не знали где казахстан и есть казахстан а роза рыба его вот это мать своих хороших детей вот два вот я знаю 20 у нее ее защищать буду потому что она мать она святая женщина она трудоголик она работает она в пути лица всю жизнь работала и она доказала она многим нам открыла дорогу что мы уже как бы идем за ней и и я всегда поддерживаю из-за того что она когда во время работы у нас многие съемочные группы фонограмма это почему поется фонера фонера да это фонограмма из-за того что вот наши а вот оборудование которые еще к техники которые вот на улицу где когда надо ставить на стадионы они не соответствуют как в зарубежах у нас нету такой техники у нас нету это не вытащит именно скажем вот этих музыкантов надо оплачивать понимаете а что она должна быть вот для телевидения готового фонера нужно а живем чтобы работать они не хотят платить за каждого музыканта каждый музыкант извини у них семьи есть вот они и вот то что фонера вот то что минус пошел и плюс то что спела это тоже фонера поэтому а когда я вот я ее буду защищать это не воспитанность когда человек поет никто не вправе подходить к ней никто не имеет права и и обнимать или вот потому что у кого-то которая снимает вот режиссер актер ну там когда семена команда идет работа да у них же тоже семьи у них у них каждая минута это деньги это каждая минута они пять минут тоже хотят отдохнуть пойти своих детей обнять где-то женщины если они готовить должны мужу еще помимо работы вот этой съемочной поэтому то что роза дымбаева сказала отойди не мешай и здесь афонограмма пошла это ничего страшного она давно доказала что она мега звезда она мэтр она настоящий голос можно у многих нету даже у меня такого голоса нету как у нее я ее ценю я ее поддерживаю и она вот была роза рыбаевы еще она превыше этого всего то что люди говорят злой человек похож на уголь если не обожгет то попытается очернить понимаешь поэтому надо превышенного всего быть спасибо очень содержательный ответ и я думаю что роза куанышина увидит и оценит ответ потому что вы знаете очень много все пишут я не стараюсь даже сам не высказывается я я скажу я не буду скрывать я не буду никого обижать у каждого человека видишь пять пальцев не равны люди у нас разные жизнь у нас не легкая но все же песня с нами без нас никуда знаешь любые мероприятия без музыки не бывает так что цените артистов тогда когда мы есть спасибо большое бахмат может быть еще что добавить ель нам из фонд то что вы меня пригласили я приехал поддержать молодежь какая музыка не было бы эта музыка поэтому пусть будет реп пусть будет хип-хоп пусть будет это лирика пусть будет это скажем народные песни надо как не обижать артистов если конечно есть такой возможность это моя просьба и вот ель нам из фонд у вас до кургау да вот это ваша работа это нелегкая и я думаю что еще раз подчеркну что наш президент поддержит вас почему потому что мы же переживаем все за него и верим ему и я думаю что нас он всех нас поддержит и здоровей всем нам или нас пусть аман болсон халкам из аман болсон ванаха бахты волсон бай волсон день диры сал волсон пусть как вот правда будет что болезни вот эти пандемии ушли и везде по всему миру чтобы был мир покой радость любовь счастье и чтобы все видели только хорошую как в хороших настроениях и чтобы жили и всем спасибо за особенно вот тебе за то что вашего вашей команде вот что они не спят постоянно трудятся и помогать людям и тем инвалидам вот которые есть которые есть мучаются болеют вы всегда поддерживать их мы тоже постараемся будем всегда помогать да там были от хамбека другами друг они спасибо вам большое что вы чёрно уважаемые жители что специально для нас вы приехали из шимкента столько проехали буквально уезжаете обратно да то есть это прям совсем ну мы ценим это и уважаем уважаемые дорогие друзья в студии откровенно диалога сегодня был гость от хамбек абдуганиевич юдашев заслуженный артист республика казахстан присылайте нам свои вопросы мы попытаемся обязательно на них ответить желаем вам дорогие казахстанцы спокойствия и крепкого здоровья с вами был я рафаэль гасанов открытый диалог увидимся скоро а